По следам недавних ожесточенных боев в Донбассе пошла международная группа поисковиков. На полгода позже, чем планировалось, смогли начать операцию в Донецком аэропорту. Оттуда давно хотели вывести погибших, и ополченцев, и силовиков, но попасть на территорию воздушной гавани без риска для жизни было просто невозможно. До тех пор, пока не установилось реальное перемирие. Репортаж Павла Краснова. Бои за аэропорт давно отгремели, но их следы повсюду. Неразорвавшиеся боеприпасы и оставленные солдатами мины и растяжки. Наткнуться на них можно даже на тропе, а потому во главе колонны на приличном отдалении от остальных шагают саперы, тщательно осматривая территорию вокруг. Превращенный в руины терминал стал символом боев за Донецкой, хотя тела погибших еще могут оставаться внутри. В этот раз поисковики проходят мимо. Их путь лежит на летное поле, туда, куда прежде они еще не добирались. Взлетная полоса аэропорта это даже не передовая, это ничейная земля. Нейтральная полоса между двумя противоборствующими сторонами, донецкими ополченцами и украинскими силовиками. По этой причине здесь поиск погибших был до сих пор почти невозможен. Открытая территория легко простреливается, а затишье на этом участке фронта установилось совсем недавно. Ввиду того, что продолжались боевые действия интенсивные, мы не могли сюда зайти. Ну и вот сейчас-то немножко стабилизировалась ситуация. Этот подбитый танк давно стоит на взлетке, но остался ли кто-то внутри, до сих пор никто не знал. Ополченцы лишь помнят, как вели бой против украинского экипажа, а то, что танк принадлежал Украине, сомнений нет. Две белые полосы, обычная для силовиков маркировка. Именно так здесь и выбирают места, где надо искать погибших, по рассказам о проходивших боях. Машина пуста. Вероятно, экипажу танка удалось уйти. Никого нет и в разрушенной диспетчерской вышке, хотя ее, быть может, надо обследовать тщательнее. Бои за вышку были жаркими. Об этом говорит и усеянная осколками снарядов земля, и сам масштаб разрушений. Здание было снесено взрывами. Но беглый осмотр и здание, и сгоревшего бронетранспортера возле него, результата не дает. Зато пооды, рядом со взорванным артиллерийским тягачом, поисковики находят останки украинского солдата. Все было собрано, задокументировано. Дальше, скорее всего, по согласованию, отвезем в Днепропетровск, передадим судмедэкспертам для работы, по выявлению, извлечению ДНК-анализ. То есть шансы опознать? Да, очень хорошие, потому что ДНК осталось. Там же найдено и вот это, старый эксплуатационный журнал. Украинская армия использует технику советского производства. Начиная с февраля, ополченцы передали Украине останки более чем ста погибших силовиков. Для поиска остальных, территория аэропорта разбита на квадраты, которые будут прочесывать постепенно. Главное, чтобы продолжению работы способствовало сохраняющееся перемирие. Павел Краснов, Игорь Крецков, Дмитрий Зельвянский, Первый канал, Донецк. Первый канал, Донецк.